Продолжение следует... Продолжение следует... Организовано в рамках образовательного просветительского проекта «Россия-Океания» 19-21 века при поддержке фонда президентских грантов. Прежде чем мы поговорим с вами о первой в истории России антарктической экспедиции, нам необходимо разобраться, что из себя представляет островной мир Океании. Океания представляет собой собирательное название более 25 тысяч островов общей площадью более 8 миллионов квадратных километров, располагающиеся в южной части Тихого океана. Несмотря на то, что изначально масштабы Океании могут показаться сравнительно небольшими, сам регион простирается от берегов Австралии до южноамериканского континента, как мы видим на данной карте. Говоря о масштабах региона, для более детального представления важно отметить, что самое крупное государство Океании – Папуа-Новая Гвинея – сопоставимо по размерам с Германией. Всего в Океании расположено 13 независимых государств, куда также входят Папуа-Новая Гвинея, Соломоновые острова, Фиджи, Вануату и примерно столько же самоуправляющихся территорий, принадлежащих Австралии, Новой Зеландии, Франции и Соединённым Штатам. Считается, что ещё 60 тысяч лет назад острова Океании практически не были заселены, но учёные сходятся во мнении, что происхождение океанийских народов берёт своё начало из Юго-Восточной Азии. Океанию принято делить на три культурных ареала – это Микронезия, как мы видим на данном слайде, Меланезия и наиболее крупнейшая Полинезия. Ну и в 1819 году по поручению императора Александра I была организована экспедиция в Антарктику под командованием Фадея Фадевича Белесгаузина, который без сомнения рекомендовал уже посещавшего Австралию опытного мореплавателя Михаила Петровича Лазарева в качестве командующего второго экспедиционного судна. Целями данной экспедиции был поиск земель вблизи Южного полюса и исследование юго-восточной части Тихого океана. Фадей Фадеевич также предусмотрел необходимость большого количества предметов европейского быта для последующего обмена с островитянами, в результате чего русские экспедиционные суда были гораздо вместительнее европейских аналогов. Важно отметить, что сам Белесгаузин участвовал в первой в истории России кругосветной экспедиции 1803-1806 годов. Ну и так летом 1819 года шлюпы Востока Мирной под командованием Фадея Фадеевича Белесгаузина и Михаила Петровича Лазарева вышли из Кронштадта. Уже 28 января 1820 года они откроют шестой континент – Антарктиду. Здесь важно упомянуть, что сделают они это всего на два дня раньше, чем британские мореплаватели, которые также стремились открыть данный континент. И даже выплыли из Чили для этого пораньше, но всё-таки русские мореплаватели опередили и открыли Антарктиду первой. Ну и после длительного путешествия до Антарктиды шлюпы Востока Мирной нуждались в ремонте. Дальнейшее плавание во льдах было слишком опасным, поэтому Белесгаузин и Лазарев решили взять курс на Австралию. К концу марта 1820 года русские корабли посетили австралийский залив Порт-Джексон или Сидней, как мы его сейчас называем, для ремонта и продолжения экспедиции. Здесь уже началось изучение Австралии русскими мореплавателями. Даже для этого была выделена специальная территория для исследований. И увидев интерес русских мореплавателей к науке, губернатор Нового Южного Уэльса Лакнон Маккори выделил часть австралийского гербария. И российским мореплавателям даже удалось установить тесные и дружественные контакты с коренными жителями Австралии. Истории о путешествиях шлюпов Восток и Мирной были прекрасно дополнены иллюстративными свидетельствами художника Павла Николаевича Михайлова, работы которого будут демонстрироваться в течение всей данной лекции. Здесь мы слева видим изображение Австралии, а справа мы видим изображение Новой Зеландии, куда русские мореплаватели прибыли в мае 1820. По прибытию в Новой Зеландии русские моряки увидели высокие крутые горы, которые по большей части были покрыты тропическим лесом. И по прибытию экспедиция также обнаружила поселение местных жителей, откуда к ним навстречу вышло два каноэ с узорной резьбой, с изображением мужской головы с высунутым языком и перламутровыми глазами. Затем один мужчина преклонного возраста встал и жестикулируя произнёс громкую речь, а экспедиционный корпус в ответ размахивал белыми платками, демонстрируя мирные намерения. Белинсгаузен пригласил на борт корабля человека, говорившего этого речь, и который, по-видимому, был местным вождём. Как только вождь зашёл на борт, Белинсгаузен подарил ему ткани, зеркало и нож, что весьма обрадовало местного вождя. Затем мореплаватель произнёс на языке местных жителей слово «гийка», что означает «рыба», а вождь сразу же его понял и громко засмеялся и сообщил островитянам о желании Белинсгаузена. В тот же день к 11 часам вечера к шлюпу востока прибыл и шлюп мирный под командованием Михаила Петровича Лазарева. На следующий день Фадей Фадеевич Белинсгаузен снова встретился с местным вождём и коснулся с ним по местному обычаю носами, как бы свидетельствуя о взаимной дружбе. После чего вождя пригласили на обед. Его усадили на первое место между Белинсгаузеном и Лазаревым, и вождь с удивлением перебирал и рассматривал все столовые приборы, но не принимался есть, пока другие не показали ему пример. Затем Белинсгаузен подарил ему полированный топор, и вождь от радости даже не усидел за столом, он побежал наверх на палубу, оттуда бросился к своим землякам, обнял Белинсгаузен и с большой радостью повторял «Токи-токи», что означает «топор-топор». Маури по окончанию своего обеда сели в два ряда друг напротив друга с русскими моряками и вместе начали петь песни. Как писал сам Фадей Фадеевич Белинсгаузен, «Наш барабан с флейтою, хотя и обратил у островитян некоторое внимание, но они равнодушно слушали и звуки этих инструментов, и их вождь объяснял, что у них есть и музыкальное орудие, которое звуком флейте подобное». По свидетельствам Белинсгаузена, новозеландцы забавлялись и плясками, состоящими из разных движений, сопровождающиеся громким пением, топотом, высунутыми языками, которое показалось Белинсгаузену довольно воинственной. Художник Павел Михайлов прекрасно и точно запечатлел этот момент, который мы видим на изображении справа. Утром на следующий день Белинсгаузен пригласил Михаила Лазарева, астронома Ивана Симонова, художника Павла Михайлова, а также офицеров шлюпов Восток и Мирный, чтобы посетить новое поселение островитян. Оно было обнаружено практически сразу и за первым мысом к северу от Корабельной бухты, где уже бывал Джеймс Кук. Белинсгаузен был тепло принят местными жителями и сделал главе поселения его жене несколько подарков, а их дочери он специально подарил зеркало. Маури также поблагодарили Белинсгаузена и подарили ему узорчатую ткань из новозеландского льна. Важно отметить, что в ходе пребывания на Новой Зеландии капитан шлюпа Мирный Михаил Петрович Лазарев и капитан-лейтенант Заводовский отправились вверх по одной из новозеландских рек и даже побывали в густом, диком тропическом лесу, который абсолютно порос лианами. В общей сложности российские моряки пробыли в Новой Зеландии около недели, а исследованные ими места были связующим звеном между северным и южным островом Новой Зеландии, поэтому свидетельства из первой русско-антарктической экспедиции до сих пор представляет собой большую ценность и по сей день. После остановок в Австралии и Новой Зеландии Восток и Мирный взяли курс на полинезийский архипелаг Туамоту. Именно там, в июле 1820 года, экспедиции Белинсгаузена и Лазарева были открыты и нанесены на карты свыше десятка островов и атоллов, названные в честь выдающихся русских военных, государственных деятелей или учёных, например, атоллы Барклайда-Толли, Волконского, Милорадовича, Раевского, Михайлова и так далее. Примечательно, что после антарктической экспедиции Белинсгаузен дал этому архипелагу название «Острова россиян» в честь множества островов, открытых там отечественными мореплавателями. В августе 1820 года корабли первой русско-антарктической экспедиции прибыли на остров Таити. Главное отметить, что в XIX веке он был достаточно развитым для региона политическим образованием. На Таити российскую экспедицию тепло принял таитянский король Помара II, и этот момент также был прекрасно запечатлён художником при экспедиции Павлом Михайловым. Русские исследователи тщательно изучили флору, фауну и горные породы острова. Более того, они подробно описали быты и обычаи местных народов, их ремёсла, одежду, оружие, посуду, музыку и так далее. Учёный Симонов провёл на Таити множество астрономических наблюдений. Благоприятный климат, дружелюбное население, большие запасы провизии воды всё это произвело на русских мореплавателях и поистине приятное впечатление. Экспедиция пробыла на Таити почти две недели, после чего снова направилась к архипелагу Туамоту, чтобы посетить открытый в 1816 году от Таистафевичем Коцебу атолл Крузенштерна. Побывав на этом атолле, экспедиция Белинсгаузена и Лазарева открыла к востоку от него атолл Лазарева. Затем экипаж первой русско-антарктической экспедиции прибыл на остров Оно, располагающийся в архипелаге Фиджи. Важно отметить, что ранее этот остров посещался европейцами только единожды, и то к концу XVIII века. При приближении шлюпов Востока Мирной к острову им навстречу вышло несколько каноэ, а позже на борт Востока взошёл и сам король острова по имени Фио. Фио и глава русской антарктической экспедиции Белинсгаузен традиционно приветствовали друг друга, прикоснувшись носами. Потом, по желанию Фио, Белинсгаузен и капитан-лейтенант Заводовский сели с ним на пол. Приближённые королю Фио по имени Паун и ещё один островитянин пожилых лет также сели на пол и составили своего рода круг. Тогда, по приказанию Фио, всего лодки подали кокосовую ветвь, на которой было два зелёных ореха. Он взял эту ветвь, отдал Паулю, который, держа её за конец, кверху начал громко петь, после чего пение подхватили ещё два островитянина, а все начали хлопать. После этого Пауль начал надламывать каждый отросток от ветви, прижимая их к стволу и при каждом надламывании приговаривал нараспев какие-то слова. Как отмечает Фадей Фадеевич Белинсгаузен, без сомнения это действие изъявляло своего рода дружелюбие, ведь на протяжении всего контакта местных жителей и русских моряков местные жители пытались показать свои дружественные намерения. Фио выпил с русскими мореплавателями чаю, и всё, что он видел на корабле, было для него действительно по-новому, и поэтому он с вниманием всё рассматривал. Согласно дневниковым записям Белинсгаузена, многие острова ближе к острову Оно оказались обработанными и, в принципе, довольно плодоносными. Также путём обмена русские моряки смогли получить искусно украшенное оружие, ткани, украшения местных жителей из ракушек и иные предметы быта. Многие черты самобытной культуры жителей острова Оно сохранились в нетронутом виде. По воспоминаниям Белинсгаузена, местные жители были весёлого нрава, откровенны, честны, доверчивы и скоро располагали к дружеству. Также экспедиции было записано несколько слов в острове Оно, например, «пуака», что означает «нож», или «малук», что означает «кость». Экипаж русской антарктической экспедиции пробыл на острове Оно около трёх дней. Перед отплытием островитяне преподнесли русским морякам таро, ямс, кокосы, сахарный тростник, бананы и иные припасы для продолжения плавания. На данном слайде мы как раз с левой стороны видим вождя острова Оно по имени Фью, а справа изображён такой рядовой житель острова. Затем шлюпы Восток и Мирный направились к порт Джексону, куда прибыли 21 сентября 1820 года. Пробыв в этой гавани около месяца, российские корабли вышли во второе антарктическое плавание. С конца ноября 1820 года до середины января 1821 года Биленсгаузен и Лазарев четырежды направлялись к югу из разных пунктов, пытаясь добраться до южного материка. 22 января 1821 года экспедиция достигла самой южной точки на своём пути. В этот же день был открыт остров, названный именем Петра I, который вы можете видеть на данной карте. А 29 января был открыт гористый участок побережья, получивший название «Земли Александра I». Затем экспедиция направилась к южным Шетландским островам, оттуда через Рио-де-Жанейро и Лиссабон в Россию. 5 августа 1821 года корабли прибыли в Кронштадт. Экспедиция прибыла в плавание в 751 день и прошла около 49 тысяч морских миль. Это путь, который по протяжённости почти в 2,5 раза больше экватора, а согласно результатам главного плавания был открыт материк Антарктида, открытые и положенные на карту ряд океанейских островов, было уточнено положение множества важных для навигации пунктов на берегах Австралии, Новой Зеландии и иных мест океании. Также были проведены обширные океанографические и этнографические исследования, которые имеют большую ценность и по сей день. На этом наша лекция подошла к концу. Благодарю вас за участие в данной лекции и ждём ваших комментариев и вопросов. Спасибо. Продолжение следует...